Праздничные мероприятия к 75-летию атомной промышленности. Открытие нового отделения в медсанчасти Десногорска. Это отделение должно было открыться еще в начале года, но ситуация, развивающаяся с коронавирусной инфекцией, отодвинула наши планы. 28 сентября в Десногорске прошел большой праздничный концерт, посвященный 75-летию атомной промышленности России. Мероприятие объединило всех жителей Атомграда, независимо от рода деятельности. А площадь у городской администрации стала центром притяжения горожан до позднего вечера. Хочу поздравить всех вас с замечательным праздником, свойственным для нашего города, для жемчужины Смолечины. Это день работника атомной промышленности, который в этом году перерос в большой юбилей. Город атомщиков Десногорск вносит свой значимый вклад в атомную промышленность с 1982 года, когда Смоленская АЭС стала частью единой энергосистемы России. С тех пор все больше горожан видят свое профессиональное будущее в стенах Смоленской АЭС. В этом городе, в этом жемчужине Смоленщины живут абсолютные патриоты нашего дела, которые посвятили свою жизнь и строительству эксплуатации атомной станции. Именно атомщики демонстрируют слаженную результативную работу. Вы подаете пример умелого хозяйствования, эффективного внедрения самых современных технологий, передовых достижений научной мысли в жизнь. Творческая часть праздника прошла с участием местных коллективов. Специальными гостями вечера стала арт-группа Сопрано Турецкого. Также состоялся телемост, который объединил 25 атомных городов России. В эфир из Десногорска вышли генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров, заместитель губернатора Смоленской области Константин Никонов и участник проекта «Десять песен атомных городов», работник Смоленской АЭС Владимир Платонов. Трансляция переклички городов шла на протяжении пяти часов в эфире телеканала «Россия-24». Новое отделение открылось на базе медсанчасти номер 135 Десногорска. В ранее пустующих помещениях разместились палаты для палеоативного ухода. Отделение укомплектовано сопутствующей техникой, согласно всем требованиям оказания медицинской помощи. Это функциональные кровати, перила, вспомогательные устройства для передвижения. Была проделана огромная работа, которая началась более года назад, когда Федеральным медико-биологическим агентством было определено, что на базе медсанчасти будет открыто отделение палеоативной помощи. Мы утвердили заявку на необходимое оборудование для этого отделения, заявку на проведение ремонтных работ. «Открыть отделение в начале года помешал коронавирус, поэтому событие состоялось 30 сентября. Теперь в Десногорске могут получить палеоативную помощь онкобольные, а чуть позже – люди с тяжелыми последствиями инсультов, травм и другими неизлечимыми заболеваниями. Коечный фонд отделения рассчитан на 30 пациентов. «Рукам медиков, их заботе, сердцу, душе предстанут люди, которые будут нуждаться, наверное, более чем другие больные, в помощи, в лечебном уходе, но, наверное, самое главное – в милующем сердце». Первых пациентов новое палеоативное отделение принимает уже с 1 октября. В конце выпуска о погоде. 2 октября в Десногорске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 10. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова